Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о чеканке винограда. Что это такое? Это прищипывание точки роста на основном побеге, то есть прищипывание его верхушки. В литературе можно встретить два термина – чеканка и прищипывание. На самом деле суть операции одна и та же. Единственное, что прищипывание проводится на более ранней стадии развития лозы, а чеканка на более поздней. Для чего это вообще нужно и нужно ли? Очень много есть мнений, и если мы поднимем научную литературу, то точки зрения разных авторов, они очень противоречивы. Кто-то считает эту операцию обязательной, кто-то считает эту операцию не то, что не обязательной, а говорит даже о том, что она вредна. Но давайте разберемся. Когда мы прищипываем точку роста, идет перераспределение питания. Верхушка уже не тянет все на себя, идет перераспределение питания. Если оно проведено в правильное время, то вроде бы да, все хорошо. Если оно произведено во время неправильно, у нас начинают активно развиваться пасынки. Ну, в общем-то, ничего хорошего мы с этого не получаем. Ну, например, прищипывание точки роста во время цветения винограда, мы уже с вами об этом говорили, в некоторых случаях может поспособствовать лучшему опылению. Не то, что опылению, а из-за недостатка питательных веществ бутончики в грозди могут осыпаться. И, соответственно, если мы вначале прищипываем верхушку, питание перераспределяется, идет в грозди, гроздь лучше питается, и, соответственно, вот эти бутончики сохраняются. Но напомню, что эффект этот кратковременный, длится он порядка 10-15 дней, после этого все встает на круги своя. Ну, это то, что касается раннего прищипывания. Мы этого не делаем, этот прием не применяем. Теперь уже говорим о чеканке. Значит, кто-то считает, что чеканка способствует вызреванию побегов. Ну, тут тоже мнение спорное, и очень важно, если это провести, провести в нужное время. И тут тоже разные авторы считают по-разному. Кто-то говорит, что это по срокам, например, конец августа. Кто-то считает, что это оптимально сделать тогда, когда рост побегов несколько приостанавливается. То есть мнение очень сильно расходится. И это мнение именно людей, которые проводили реальные полевые опыты. И вот тот важный момент, на который я хочу обратить внимание, то есть это должно быть сделано в какое-то важное определенное время. Если мы делаем это не в то время, то, может быть, это и не совсем полезно. Но, несмотря на все спорные мнения, мы эту операцию проводим, но проводим при определенных условиях. Смотрите, у нас лозы доросли до верхней проволоки. А дальше им расти некуда. Конечно, кто-то выращивает виноград таким образом, что формирует свисающий прирост. То есть, например, эта же лоза, она может спуститься на землю. Я уже как-то рассказывала. Мы один год пробовали так сделать, не увидели никакого эффекта. Кроме того, что одни побеги затеняют другие, ухудшается проветривание, а мы и так на двух плоскостных шпалерах все выращиваем. Соответственно, больше развиваются болезни. То есть, для нас свисающий прирост оказался ненужным и неудобным. Поэтому мы чеканим виноград тогда, когда он дорастает до верхней проволоки. Как правило, в это время у нас уже наливается ягода. Вот такая она сейчас. И рост побегов заметно приостанавливается. То есть, с одной стороны, мы получаем определенное удобство для себя. У нас там нет сверху какого-то страшного загущения. Кроме того, нижние листья, поскольку мы проводим профилактические обработки, даже не важно, какими препаратами, системными, контактными, либо биопрепаратами, так или иначе, нижние листья, не совсем нижние, а вот эти более старые листья, они уже имеют определенный иммунитет. И поэтому риск заболеваний у них гораздо меньше. А вот совсем молоденький прирост, бывает в неблагоприятные годы, начинает болеть. Соответственно, мы этот молодой прирост убираем. У нас меньше болезней, но при этом все равно дальше расти некуда. Кто-то считает, что производить чеканку нужно при определенном количестве листьев. Насколько это оправдано? Ну, честно говоря, мне кажется, что считать листья, это как считать среднюю температуру по больнице. Дело в том, что листья обладают разной фотосинтетической способностью, и размер листьев, он тоже очень разный. Вот смотрите, это лист зилги, тут, наверное, три моих ладошки вместятся. Лист галанта, ну, тоже тут как лопухи, две-три моих ладошки тоже сюда замечательно вмещаются. Ну, а вот лист кишмиша-запорож приблизительно с ладошку. А у кого-то лист может быть еще меньше. И количество этих самых листьев тоже может быть разное. Так у зилги будет одно количество листьев, потому что у нее хорошая сила роста, большая, и достаточно длинные междоузлия. А вот из зигирепа междоузлия гораздо короче, и листик гораздо меньше. Пусть вас не смущает тут вот эти все пятна, это не болезнь, это градобой. То есть видите, какая разница. И при этом длина лоз тоже отличается. У зилги уже до верхней проволоки доросла, а зигирепа, ну, может быть, дорастет, но не факт. Поэтому мы никакие листья не считаем. Мы руководствуемся тем, что нам удобно. До верхней проволоки доросло, дальше расти некуда. Соответственно, мы чеканим лозы. На каком уровне от проволоки это делать? На таком, который нам удобно, при этом, чтобы лоза оказалась закреплена. И смотрите, вот здесь у нас будет пасынок. То есть у нас здесь тоже точка роста есть. Вот я обрезаю вверх. Потом у нас отсюда начнет расти пасынок. И нам надо учитывать вот эту длину таким образом, ну, чтобы пасынку тоже еще было куда расти. В некоторые очень хорошие годы пасынки тоже очень хорошо развиваются. И тогда мы еще чеканим и пасынок. Но это бывает далеко не каждый год и далеко не на всех кустах. И саму чеканку мы тоже проводим не на всех кустах, а только на тех, кто так вот активно растет и дорастает до верха. И в этом году я вам показываю не только правила, но и исключения. Какой-то у нас такой исключительный год. Смотрите, проволока и еще одна проволока. Казалось бы, есть куда расти в лозе. Вот побег. На проволоку положу. Но у нас прошел град неделю назад. И побил в том числе и лозы, особенно верхние части. Потому что верхние части, они более травянистые. Смотрите. Вот здесь достаточно сильное повреждение. И можно, конечно, оставить вот это вот все. Но зачем? Я вот в этом месте лозу обрежу. Можно чуть ниже. И смотрите, здесь у меня есть замечательный пасынок. Он сейчас пойдет вверх расти. Ну и, собственно говоря, будет выполнять роль этой верхушки. Но важно еще, что все пасынки, которые ниже, мы обязательно им убираем точки роста. Мы всегда и так пасынки прищипываем. Но здесь это особенно важно, чтобы у нас точка роста была только одна. Вот, смотрите, говорила вам, что зигире до верхней проволоки не дорастет. Ну, вот обрезанный побег. Вот он здесь был. Посмотрите, смысл оставлять вот такую лозу. Ну, если бы, конечно, это повреждение было внизу, да, может быть, мы бы пытались как-то чего-то растить, потому что сверху много чего, много есть чего терять. Ну, участок этот небольшой. И вот, видите, как она побита. То есть, оставлять вот такие побеги, ну, как бы зачем? У нас здесь достаточное количество листиков с одной стороны. А с другой стороны, вот идет замечательный пасынок. Так, нижние пасынки я им в верхушечке прищипнула. И все, эта лоза будет нормально расти и наращивать листовую массу. То есть, вот в случае таких каких-то серьезных повреждений, мы смотрим по ситуации. Тут, ну, к сожалению, мы вынуждены сделать вот такую чеканку не так, как мы делаем это всегда. Ну, касательно вопроса, способствует ли чеканка возреванию лозы. Напомню, что вопрос довольно спорный и важно это сделать в определенное время. Потому что эффект перераспределения питательных веществ, он достаточно кратковременный. Поэтому, если мы хотим это делать для молодых кустов, чтобы способствовать возреванию лозы, делать это нужно гораздо позже. Впрочем, калийные подкормки являются гораздо более эффективным приемом для стимулирования возревания виноградной лозы. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!